Друзья, здравствуйте. Ну что, стремительно развиваются события в Курской области. Уже четвертый день украинского наступления. Российские военкоры публикуют целые колонны разбитой техники. Некоторые местные жители даже встречают украинцев цветами. Когда вооруженные силы Украины дойдут до Москвы, как Путин мог проморгать вот такое ответное вторжение? И будет ли эта ошибка стоить ему жизни? Об этом мы не только поговорим сегодня с генерал-майором, бывшим замглавы СБУ Виктором Ягуном. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, перед тем, как перейдем к событиям в Курской области, сегодня ровно 25 лет, как Путин стал премьером. Четверть века при власти. И за это время в России сформировалась такая уникальная модель, когда спецслужбы – это, в общем-то, не такой вспомогательный инструмент режима, а, в общем-то, сам режим, сама власть. Как вы думаете, у Путина вообще в целом была возможность стать нормальным президентом, нормальным лидером страны? Или изначально он воспринимал свое назначение как такое спецзадание от КГБ? Ну, никакого спецзадания от КГБ точно не было. И понятия такого, как КГБ принял решение о восстановлении своей власти, тоже не было. Просто была куча людей, которая не была удовлетворена тем, как они оказались где-то на обочине жизни. Если они были когда-то там элитой, и они могли там какие-то вопросы решать, к ним относились с уважением или со страхом, то тут оказалось, что вообще они никто. Ну, что далеко ходить, если Путин вообще там чуть ли не на такси ездил, ну, таксовал. Поэтому, понятное дело, что когда стал вопрос о том, что давайте кого-то продвигать вперед, а вот есть подготовленные люди, которые и образование имеют, и выправку, и слушаются, вот главное слушаются, то есть есть команда, выполняется команда. И поэтому к власти на самом деле пришел уже не Путина, а коллективный Путин. То есть фактически, как сейчас можно было понять, организованная преступная группировка, которая, ее фразу можно назвать, там, Копертьево озеро, цветочки какие-то там, лютики, параллельно, не имеет значения. У них была задача взять власть и обогатиться. Другое дело, что серость мысли и отсутствие фантазии не позволило им понять, что богатство в одной отдельно взятой стране использовать просто так невозможно. Ну, то есть какой смысл накопить, ну, вот сейчас, как мы видели несколько лет назад, там, они проводили показательно, там, где-то какого-то полковника, там, или генерала кого-то брали, там, а у него квартира полная, ну, отдельно покупал квартиру под сейф, то есть делал из нее сейф и там накапливал наличку. И что? Вот что она, эта наличка дала ему, чтобы ничего не дала? То есть понятие такого, что такое богатство и как его использовать, они так и не переняли у нормальных функционирующих государств. И поэтому вот получилось то, что получилось, как всегда. Строили вроде как бы нормальное государство, получили то, что называется автократией. Друзья, как вы считаете, был ли у Путина шанс нормальным стать президентом? Могла ли Россия пойти по другому пути? Оставляйте ваши комментарии под этим видео. Будет интересно почитать. Самые популярные, возможно, даже процитируем в следующих интервью. Ну и, пожалуйста, нажмите на палец вверх. Очень хочется, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор, потому что говорить будем, действительно о том, о чем говорят все. На кухнях, в коридорах, в курилках, и пускай официальных подтверждений от украинских властей о ходе операции на территории России нет, но мы просто не можем игнорировать все эти видео, фотографии, которые появляются в сети. Колонны просто разбитой техники, действительно, огромное количество ликвидированных оккупантов, пленные. Здесь сразу возникает вопрос, ну, неужели Путина никто не проинформировал о начале вот этого ответного вторжения в Курскую область? Ну, наверняка, Герасимова там, условно, предупреждал какой-то генерал, там, разведка знала, но почему-то, значит, не доложила, как пишут источники российских медиа. Тут два варианта, то есть, либо это халатность, и там просто идиоты, либо они решили специально Путина не предупредить, ну и таким образом его, ну, условно, сгубить. Как вы это видите? Я вижу, что произошло то, что произошло, и я вижу повторение истории. Когда мы изучаем историю и спрашиваем, ну, как же так? Там какой-то Рихард Дзорги из Японии знал точную дату, и эту точную дату передали Сталину, что в 41-м году точно вот в это время этими силами будет перейдена граница, а он потом после перехода границы две недели вообще молчал, то мы почему-то сейчас не удивляемся. А сейчас, когда произошло то же самое фактически, впервые с 41-го года на территорию Российской Федерации зашло воинское ферморуание от другого государства, и там не знаю, как реагировать, что говорить, все тоже молчат. Поэтому они знали действительно, что накапливаются силы, они знали действительно, что нет сил, которые могут их остановить. Возможно, даже знали о переходе границы, но они реально не верили в то, что Украина перейдет границу, и не просто перейдет, а останется там больше, чем на три дня. Что такое три дня? Мы видели те фактически диверсионные действия, которые проводили наши союзники из РДК и Лига на свободная Россия, они плюс-минус были ограничены тремя днями, потому что это считается как раз то оптимальное время, за которое можно с собой взять количество боеприпасов, питания, топлива, провести какие-то там свои действия и отойти. В данном случае мы наблюдаем уже не диверсионную работу, даже не тактические какие-то действия, а что-то очень стратегическое. Какое решение будет принято в дальнейшем. То есть как это будет выглядеть на земле, как говорит наш враг. Ну, будем смотреть, потому что от того, что наши смогут достичь на этой земле, возможно, поменяется ситуация в переговорном процессе между нами и нашим противником в будущем. На самом деле действительно опять ничего не меняется. Вспомните, что было в 41-м году, когда огромная группировка советской армии, которая была, не знаю, миллионная, 5 миллионов всего армия была, из них 3 миллиона было сконцентрировано на западном управлении, из этих 3 миллионов около полутора в первый месяц войны сдалась в плен. Вместе с техникой, которая была уничтожена на полигонах, авиация на аэродромах и так далее, и так далее. И тоже все тогда удивлялись, как же так, что такое, почему не... А ситуация тогда была ну просто зеркальная. Немцы заходили, например, в какой-нибудь населенный пункт и вообще никого не видели. Вообще население грабило магазины, склады, милиции нету, власти нету, ничего нету. И они пехотные части проходили дальше, а за ними шли какие-то там тыловые части и пытались что-то хотя бы какой-то элементарный порядок навести. Это кардинально отличалось от того, что происходило например где-нибудь в Западной Европе, куда они заходили в Бельгийское или Французское городок, где полиция как работала, так и работала, мэрия как работала, так и работала, и они просто там устанавливали, не устанавливали какие-то контакты и говорили, что ну вот работайте, мы тут как бы власть, а вы там на местах сами разбираетесь. А вы знаете, что самый лучший подарок это книга вот такая и вот такая и вот такая и еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп, а еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Поэтому кардинально отличается ситуация в России. Что было год назад, когда пригожий нашел на Москву? То же самое. Он небольшими силами захватил Ростов. Что такое Ростов? Ростов это огромнейший город, миллионный. Не знаю, сколько населения, но больше миллионов. И там находится самый большой штаб Южного военного округа, просто огромное количество воинских частей. И все нормально. Они захватили этот город, захватили этот штаб. И спокойно себе пошли, фактически только там не нашли. До Тулы дошли, а до Москвы оставалась ерунда. И все удивлялись, а где полиция, а где ФСБ? Они просто поубегали. Так и в этом случае. Местное население остается сам на сам. Частей, которые прикрывают границу, оказалось, вообще не существовало. Поставили там срочников. Погранцы стояли ФСБшки, понятно. А еще плюс срочники. Какие-то там 15 миллиардов рублей были потрачены на какие-то линии, которые наши буквально просто проехали. Было видео, показывали, что это за линии, но это такое. Даже смешно смотреть. То есть все это коррупция и боевудство привело к тому, что сейчас происходит. Когда каком этапе это все остановится? Не знаю. Не интересно дойдут ли наши атомные электростанции. То, что наши не будут заходить на ее территорию, это однозначно, потому что у нас есть совершенно другая концепция. Не такая как у русских. Они зашли на территорию запрос к атомной на самой станции и вокруг нее расположилось около тысячи военных вместе с боевой техникой, в том числе и тяжелая техника, там смерчи, грады, тяжелые минометы. Они просто прикрываются этой электростанцией. У нас совершенно другая концепция. мы понимаем, что это не военный объект, это объект не просто критическая инструктура, это объект очень серьезный, который может произвести до серьезных последствий, если не забор, что произойдет. Поэтому я думаю, что если наши подойдут ближе, они просто обойдут станцию, возможно, возьмут ее в кольцо и все. Но это совершенно другой принцип разговора получается. если вы куда-то заходили и брали например Чернобырскую станцию под контроль, Запорожская вас под контролем, почему Украина не имеет права зеркально отвечать на ваши действия? Реакция, кстати, Запада довольно интересная. В Пентагоне заявили, что не боятся эскалации с Россией. Глава Комитета оборонного Германии заявил, что не против, чтобы немецкое оружие использовалось на территории России во время подобных операций. Поддержали нас союзники из Европарламента. Вот как вы считаете, Виктор Николаевич, ну вот еще два года назад, наверное, я думаю, нам бы обрывали все телефоны нашему министру обороны, президенту и говорили, что же вы делаете, не эскалируете, неизвестно, как Путин отреагирует. Здесь вот открыто говорят на штатах эскалации, не боимся. Неужели, скажем так, все вот эти пресловутые путинские красные линии уже не работают и шантаж ядерным оружием уже не является тем сдерживающим фактором, которым он был первые два года войны, так точно. Я думаю, что да, потому что сколько можно терпеть. Когда сейчас начинается обстреливать местное население, извините, а кто первым начал обстреливать какой-то прилет по больнице, я извиняюсь, а Ахмадет это что было? То есть да все вопросы, которые сейчас пытаются, ну давайте созовите Совбез ООН и вы же там имеете какие-то там свои, как постоянный член Совета Безопасности ООН, соберите Совет Безопасности и вы выскажите свои претензии к Украине, которая там перешла границу, оккупировала, что-то там делает, а мы возьмем то, что вы говорили два года назад, переведем, ну не знаю, с русского на украинский или возьмем английский вариант, прочитаем и скажем, извините, нас там нет, мы вообще не понимаем, кто это такие, хотите, подойдите к ним, возьмите документы, проверьте, может, откуда можно говорить, украинскую форму можно купить в любом военторге, правильно? Они сами, сами довели до абсурда ситуацию, а теперь, когда они что-то говорят, это что, я сколько раз говорил, это сказка про пастушка и волка, волки, 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 в конце концов, когда волки пришли, окажется, никто ему на помощь не пришел, все, закончились эти все события, теперь это ваша проблема, вы ее создали, теперь ее решайте. С тревогой некоторые наши зрители ожидали заседания Совбеза по Курской области, мол, что же сделает Путин, не знаю, привлечет войска ОДКБ, хотя в Кремле уже от этого открестились, объявит мобилизацию, не знаю, применит тактическое ядерное вооружение по какой-нибудь территории, не знаю, может быть по Курской, например, для того, чтобы бить своих, чтобы чужие боялись, но не прозвучало в итоге вообще ничего, то есть, грубо говоря, новости, никакое из этого обращения к россиянам даже не получилось. Почему такая, ну, скажем, аккуратная, осторожная, слабая, боягузская позиция, да, по-разному можно называть, действительно, никакие радикальные шаги, ни на какие радикальные шаги Путин не пошел? Когда Путин пришел к власти 25 лет назад, основой его прихода к власти было то, что он силовик и что он в обмен, ну, он там не говорил тогда в обмен на свободу, но в принципе потом это так произошло, что в обмен на ущемление некоторых прав он обещает стабильность и безопасность. Никакой стабильности и безопасности сейчас, по прошествии 25 лет, россияне не имеют. Нет у них ни стабильности, ни безопасности. есть есть куча проблем, куда-то куда-то уходит в песок их и их сбережения, пропадают люди, население уменьшается, врагов стало не просто в разы, а там кратность больше, никто России не уважает, никуда ее не пускают, НАТО, которое должно было быть бог знает где, не просто приблизилось, оно вообще окружило там фактически Россию, та же самая Финляндия, граница увеличилась на 1600 километров, то есть, ну, это все такое просто уникальная ситуация, и последний вот случай, ну, последние события с так называемой СВО, просто уже как бы поставили очередную последнюю такую точку жирную в этих всех событиях, поэтому рассказывать о том, что мы что-то будем предпринимать, а что мы будем предпринимать, сказать, что на территорию Российской Федерации вошло иностранные войска, о том, что у нас боевые действия происходят на нашей территории, о том, что мы все вперед и ни шагу назад, ну, то есть, рассказывать не просто, поэтому сейчас принята концепция того, что ничего страшного не происходит, а если происходит, то мы это все справимся, помогите, если хотите, какими вы там внутренними резервами, правительство выделило аж по 100 долларов на человека, это там где-то около 10 тысяч рублей, очень большие деньги, я так подозреваю, для тех, кто потеряли свои дома, и все, поэтому я думаю, что если в ближайшие недели ситуация не изменится, а она не изменится, потому что уже есть заявление такое, есть Гуралев в Держдуме, так он просто государственный номер, да, он просто вышел и сказал, что не ждите быстрых решений, у нас нет сил, мы не можем так быстро все это сделать, но победа будет за нами, поэтому вот эти вот заявления будут, мелкие такие заявления, мелкие какие-то чиновников или депутатов будут, а концентрация каких-то заявлений такого, что вот я выйду, я скажу, там, переходите в нашу сторону, все, закончилось, сказать нечего. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Очень интересно, что думает по поводу этой спецоперации Гиркин Стрелков сейчас, сидя в тюрьме. Вот я бы очень хотел, чтобы мы хоть на пять минут вернули доступ к телеграмму, потому что я прям представляю, что он мог бы там написать. Друзья, кстати, как вы думаете, как бы отреагировал Стрелков? Напишите в комментариях и после того, как лайки поставите, хочется, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор. И вот я помню, как недавно наших зрителей так серьезно пугал прогноз военного обозревателя из Германии Джулия Наребки, который говорил, что если Россия будет продвигаться такими темпами, то за два года она дойдет до Киева. Ну там очень странный был анализ, потому что, ну, понятное дело, что продвижение это же не по прямой, да, там города и сооружения всякие инженерные, да, военные. Ну, а вот был такой, помню, заголовок. Россияне могут дойти до Киева за два года. Ну, тогда можно так посчитать. Вот если мы за четыре дня, да, продвинулись на вот это расстояние, если двигаться в таком же темпе, то, ну, вот я посчитал, что примерно за 43 дня тогда вооруженные силы Украины смогут дойти до Москвы и вот получается 19-го, 18-го, 19-го августа уже, вероятно, будут стоять под стенами Кремля. Ну, это шутки, конечно, все. Ну, а вот вы говорите атомная электростанция Курская. А какие еще вы видите ну, такие тактические, да, не стратегические, а тактические, наверное, цели? И, да, действительно, вот прогноз, сколько может длиться такая операция? То есть, можем ли мы, условно, наблюдать это еще, там, до выборов в Соединенных Штатах Америки? Или, там, условно, до второго саммита мира? Для того, чтобы как раз уперти туда с более сильными переговорными позициями? Потому что Путин же говорил, на переговорах будем исходить из, как это сказать, из реальных обстоятельств, из, мол, вам нужно принять то, что, вам нужно принять реальность. Ну, вот реальность пришла. Я думаю, что Россия просто не, ну, как это объяснить? Объяснить очень просто. Когда была Вторая мировая война, линия фронта была около двух тысяч километров в некоторых местах, да? И мы понимали, что две тысячи километров это человек возле человека, это огромное количество людей, там, миллионы с одной и с другой стороны. Сейчас, когда группировка на тех или других направлениях не больше, там, десяти, пятнадцати, двадцати тысяч, в некоторых случаях пятьдесят тысяч, надо просто представить себе чисто математически, вот пятьдесят тысяч человек, если они возьмутся за руки, сколько это будет километров один возле другого они будут стоять? Это при том, что пятьдесят тысяч, это же не все боевики, да, ну, в штурмовике, там же есть командиры и какое-то обеспечение, там, не знаю, медицина, связь, которые не стоят в окопах. То есть, получается, что увеличение линии фронта, тем более, такими большими темпами, оно просто, да, мы не имеем личного состава, так, а мы и не создаем там линию фронта, мы же идем, доходим до каких-то там опорных пунктов, обходим их и идем дальше. И они не знают, что делать, или оставаться в тылу, или догонять войска, или уходить на соединение с общими войсками, то есть, или держать оборону без связи и обеспечения. То есть, вот такая вот тактика рейдов, она, кстати, очень была популярна всегда в украинских войсках, там, еще с казачьиной, наверное, да, когда малыми силами могли, малыми порезами довести до искупления, что, что турецкие войска, что, не знаю, партизанские рейды, КАУПК, грубо говоря, то есть, ну, любые, любые действия, такие вот малыми группами против больших группировок на огромной территории, они всегда выигрышны. Поэтому Россия просто не может откуда-то взять этих людей, а есть уже информация о том, что они, например, пытаются перекинуть срочников с Дальнего Востока, с Байкаля, на прикрытие тех или других направлений, которые остаются, ну, просто открытыми. Да, но при этом вот Институт Американской изучения войны говорит, что с фронта перебрасывать она не хочет свои силы Россия. Ну, свежее сообщение. Да, вот тоже почему. То есть, это направление не является приоритетным для них. То есть, то, что есть прорыв, то, что есть продвижение вооруженных сил другого государства, это не повод брать боеспособные части. Они надеются, что Украина оттуда уйдет. Потому что, когда мы туда заходим, у нас возникает очень много проблем, которые, ну, Россия к ним готовилась, она это умеет делать. Да, то есть, надо там, например, вот есть суджа, да, надо понять, какой флаг надо этой суджей поднимать. Поднять украинский флаг или поднять синий-бело-синий, там, да, поднять, кого назначить, там, грубо говоря, комендантом. Этот комендант должен обеспечить какой-то там порядок элементарный, чтобы не грабили магазин и не убивали людей, не было мародерства. Надо обеспечить питанием местное население. Откуда это обеспечение? Вести из Украины или где нам пытаться взять под контроль склады, которые там же есть. То есть, элементарные вещи. Человек родился, человек умер. Какой ему документ давать? С каким ербом? Какую печать ставить на этот документ? Что он с этим документом потом будет делать? Оно вроде как бы так, ну, сейчас не к месту, а если мы там будем стоять неделю, две, месяц, полгода, что нам делать с этим всем? И же, ну, я когда-то сказал еще пару дней назад, когда все начинал, говорю, таких кормить надо. Мы их будем кормить? Ну, не знаю. Единственное, единственное, что радует, что там все-таки этническое украинское население, они там, если честно, сами себя прокормят. Главное, чтобы их не трогали. Ну, уже смеются в соцсетях, что скоро откроем там новую почту, АТБ, для того, чтобы этнические украинцы могли пользоваться благами цивилизации. Каким внутренним процессом может привести вот эта спецоперация и этот прорыв границы? Это тоже отдельный такой глобальный пласт вопросов. В целом, вот недавно буквально Радио Свобода проводила исследование, они взяли 50 политаналитиков, политэкспертов и попросила их проанализировать, какие вероятные сценарии смены путинского режима в России они видят. Ну, естественно, на первом месте там была смерть Путина, ну, или физическая ликвидация, да, какой-то, каким-то одиночкой, например. Это самое популярное. Второе и третье место поделили дворцовый и военный перевороты. Мол, вследствие них путинский режим может пасть и трансформироваться во что-то другое. Ну, по крайней мере, Путина могут силовым образом от власти отстранить. Виктор Николаевич, как вы считаете, какой сценарий наиболее вероятен и повлияет ли вот ситуация, которая сейчас происходит в Курской области как раз на политическое будущее Путина? То есть, можно ли сказать, что продемонстрировав такую слабость, он мог подписать себе в прямом смысле слова смертный приговор? Я думаю, что смертный приговор он подписал себе, когда была ситуация от Привожжева. Потому что он пошел совершенно парадоксальным путем. Он, во-первых, он действительно показал свою слабость тогда. Он сутки там или двое вообще просто не знал, что делать. И вопрос решали совершенно другие люди, в том числе Патрушев, Лукашенко, не знаю, окружение. И потом же он показал свою слабость, уничтожив Пригожина. А Пригожин входил, ну, не в первый круг, но точно не в последний. Именно с тех старых кадров, которые вообще крутились вокруг Путина еще с тех времен, когда он был в Санкт-Петербурге. И которые обеспечили ему не просто приход к власти, а именно комфортное пребывание у власти. То есть решение вопросов, решение каких-то сопутствующих проблем. И когда люди посмотрели на то все, те, которые там возможно пришли позже того же самого Пригожина, в эту всю команду подумали, а оно мне надо? В какой-то момент я не понравлюсь и у меня взорвется граната в самолете, да? Ну, это по версии Путина. то есть тогда первые звонки были. А сейчас, сейчас, когда тот же, не знаю, Дерибаско, например, сказал просто открытым текстом, слушайте, давайте прекращать эту всю водханалию. Тоже, кстати, странно, да? Один из любимых олигархов Путина, как его называют, назвал войну безумной и призвал ее как можно быстрее прекратить. Что это за бунт на корабле? Да, так я спрошу и говорю, что это как раз вот это проявление того, что все понимают, что надо что-то делать, что-то делать. А что делать? Ну, пускай решают, каким образом. Да, действительно, может быть, от табакерки в личной комнате до какой-нибудь, не знаю, прилета дрона. И в России все возможно. Это что касается смены власти и уход на пенсию, как когда-то Крущев отправили почетную, да, и просто непонятно, что произошло там с ихими царями или тем же Сталином. Поэтому пускай выбирает, что хочет. Нас меньше все это интересует. и больше интересует то, что вот эта ситуация в Курске показала царь ненастоящий, обеспечить то, что он обещал, он не может. И прозрение хотя бы участия населения Белгородская, Курская, приграничья, будем так называть, уже давно прошло. Я думаю, что это бацилла недоверия к власти, она начинает распространяться оттуда и уходит в центр. И многие понимают, что надо что делать, потому что может быть просто катастрофа. В какой-то момент действительно кто-то остановится возле Кремля и начнет думать, сжечь его сразу или постепенно. Тут любопытная новость появилась незадолго, вернее сразу после вторжения. Министр иностранных дел Рябков заявил, что силами министра обороны Белоусова, министра обороны России, было предотвращено чуть ли не убийство Путина во время празднования на Дне морских сил, потому что якобы Украина планировала ликвидировать как Путина, так и самого Белоусова, но Белоусов провел консультации с министром обороны США Ллойдом Остиным, и вследствие этого Украину то ли отговорили, то ли что-то не получилось, но в общем Белоусов он вам не проморгал вторжение в Курской области, он в это время был занят важным делом получается, Путина спасал, что это за заявление на фоне событий в Курской области про какое-то предотвращенное покушение на Путина, что происходит впечатление, что это так, для отводки глаз, или же украинские силы обороны действительно могли планировать ликвидацию на Дне военно-морских сил России. Так вот самое интересное, если отойти от того, что действительно или недействительно это могло произойти, надо понять саму схему то есть министр обороны Украины получает звонок от Остина, а перед этим Белоусов говорил с Остина, и ну ладно, не так, Белорусов сам по своей инициативе Остину бы точно не позвонил, то есть ему что-то сказал Путин, Путину, наверное, что-то на уши нашептали какие-то спецслужбы, которые получили эту информацию, Белоусов, который имеет, кстати, есть только два канала, связи, которые действительно работают, три канала связи, это Белусов Остин, это Нарышкин и руководитель ЦРУ, кстати, это подтвердилось во время обмена, и это Герасимов и теперешкин начальник объединенного командования штабов Соединенных Штатов, вот три канала, которые постоянно работают, так вот, для того, чтобы решить вопрос о том, что лететь, лететь в дрон или не лететь, контакт между Белусов и Остином самый дурной, почему я объясню, потому что Остин кому может позвонить в Украине, ну не Зеленскому, он позвонит Умирову, а Умиров вообще не отвечает за силы обороны, он отвечает за поставки картошки, там, Берцов вооружения, но никак не решение вопросов стратегического направления, он же не может позвонить, не знаю, Малюку, Буданову, Буданов и, не знаю, Сирскому, потому что они не уходят его об, ну, командование, грубо говоря. Я думаю, что россияне, когда вот это все рисовали, они просто даже не подозревали, что эта схема просто не работает, на нерабочие, это раз. Во-вторых, Остин просто так тоже не позвонил бы в Украину, а он бы, наверное, проконсультировался бы с высшим руководством государства и звонить, и звонить, надо ли, не надо, он же не кинулся сразу же поднимать трубку и звонить куда-то в Украину. Я думаю, что все это придумано, ну, если не придумано, я думаю, что это все действительно состоялось, но на самом деле никакого там никто не собирался пускать дроны в Санкт-Петербург во время пребывания там Путина, потому что, ну, это была абсурдная ситуация. Я уже говорил, нам Путин нужен живым, здоровым на скамье под подсудимых, но никак не геройски погибшим от дрона, чтобы из него сделали, икону очередную святого мученика, как из того, что ему привожено. Преступник преступником, клемания его не поставили, они из него иконы сейчас пишут. Поэтому Путин нам нужен живой и здоровый. Что на самом деле имел ввиду Белусов и какая была там спецоперация, ну, не знаю, может Курская, может там что-то связанное с мостом крымским, еще что-то такое. В Украине люди креативные, мол, если у нас будет атака со стороны Зеленого Клина от Владивостока в сторону Хабаровска, я же ничего не могу. То тоже украинские партизаны могут подняться. Какой конец для Путина вы бы хотели видеть, друзья? Напишите в комментариях и, пожалуйста, поставьте лайки этой беседе, для того, чтобы большее количество людей увидело на сегодняшний разговор. И, Виктор Николаевич, напоследок, просто не могу не обсудить с вами заявление как раз Буданова о будущем, будущем России, будущем российского правительства. Абуданов сказал так, что тот, кто свергнет Путина, он сейчас находится в Украине и набирается сил перед рисающим ударом. Переворот в России неизбежен. Вот такая цитата, близкая к тексту. Что мог иметь в виду Буданов? Существует ли, видите ли вы человека или есть ли он в публичном пространстве, этот человек, который мог бы, грубо говоря, воткнуть нож в Путина и заменить его на посту президента России? Я слышал реакцию Илья Пономарева. Я его очень хорошо знаю, он как раз в Украине. Он говорит, ничего не буду намекать, но мне понравилось. Это в том случае. Я не говорю, что Илья готов к такой роли, но ему понравилось. Ну, судя по тому, что как его пытался недавно убить Кремль, кстати, друзья, интервью в тот же день после атаки беспилотников, который упал на территорию дома Ильи Пономарева, можно найти на этом YouTube-канале, посмотрите, очень любопытно, там Илья, конечно, в ужасном состоянии, но как раз и тоже шутил, шутил о том, что, мол, ничего, вы у меня еще, мол, все получите. И посмотрите, как получилось. Не дождетесь. Совершенно верно. Поэтому, не знаю, возможно. Я хочу сказать, что когда Советская Россия решала вопрос с Северной Кореей, они тоже какого-то капитана Кима нашли. Он до сих пор там, его династия правит. Поэтому, я думаю, в Украине тоже можно найти кого-нибудь креативного человека с русской фамилией. Ну, а вот Путина ж преемников нет, да, и, как мы понимаем, Кремль сам по себе и его окружение тоже неоднородно. Ну, вы просто для себя видите каких-то максимально перспективных кандидатов, которые в какой-то момент поборются за трон, скажем так. Или же это могут быть люди не первого эшелона, которые сегодня, ну, не на первых полосах, скажем так, ТАСА. Ну, как ни странно, в России всегда люди, которые и шли в разрез с политикой прошлой, оказывались на вторых ролях вот где-то рядом с тем или другим диктатором. Ну, причем они были замазаны не меньше, чем диктатор, но вовремя спрыгнули, вовремя его обвинили, вовремя там что-то переключились. Тот же самый Хрущев, еще неизвестно, кто больше совершил преступлений. Сталин своими подписями или Хрущев непосредственными действиями. Поэтому, что там будет происходить в России и кто на себя возьмет ответственность, я думаю, победит тот, который скажет, что я готов взять ответственность и контролировать ядерное оружие. После этого, думаю, что Запад даст отмашку и все, что произойдет, произойдет именно в том ключе, в котором может. И Россия может рухнуть в том выгоде, в котором у нас сейчас существует. Друзья, ну что, свергнет ли Илья Пономарев Путина? Кто будет после него? Оставляйте ваши мысли в комментариях. На сегодня будем троеточие ставить. Спасибо огромное, Виктор Николаевич, что нашли время. бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун сегодня к нам присоединялся. До новых встреч. Спасибо. Да, спасибо. До свидания.